Пятки, честно, я вам клянусь, я хотел в смысле вот закончить, я после предпоследней истории с вами попрощался, я хотел высказать позицию и уйти. Раз пошла вот эта вот шляпа в виде наигранной физиономии Марины, я не буду подбирать слова, потому что сейчас вот эта вот придуманная амплуа, она сидит, вот мне скинули stories, я вот не знаю, что было, все все знали, это не была точка, я вам клянусь своим здоровьем. Она сидела сама, на Виле всем рассказывала о том, что да, мы расстались, спокойно, еще даже Арай мне говорит, нифига себе у нее позиция, четко и ясно сказал, да, мы расстались, у меня спрашивали, да, мы расстались, Майя, Арай, та же Таня, они даже с Таней разговаривали на тему того, что мы расстались, но раз пошла такая свистопляска, я не буду в деталях рассказывать, вот прям в деталях, потому что честно, это закопает Марину раз и навсегда, и вы точно поймете вот сейчас, что происходит и какая, исходя из того, что я даже сейчас вижу, какая она на самом деле оказалась, это было просто. Тотальное разочарование. Три недели назад, Маришечка, я надеюсь, ты этот сторис увидишь, раз ты решила оболгать не только меня, но и всех друзей, выставив их уродами, которые впоследствии сейчас хопают из-за того, что ты просто решила поисполнять. Три недели назад, я сейчас даже прикреплю скрин, где мне друг пишет, вот пару часов назад, Рома, а почему ты не расскажешь эту историю, почему она тебя поливает грязью, условно говоря, расскажи, как было. Три недели назад у нас был день рождения у товарища Алексея, кто подписан на меня, видели, что мы были на Виле, в Дубае, отмечали, и там была ситуация. Ситуация Марины, ситуация еще одной девочки, ситуация одного парня. Я не буду сейчас детали рассказывать, объясню, потому что ей хана будет, я вам клянусь, это все, она оттуда не выберется из этого дерьма, если сейчас эта история будет рассказана в деталях. Но она позволила себе сильно хуже, сильно хуже, чем то, что было там на Виле при условии, что мы расстались. На утро она извинялась за эту ситуацию, и я вам цитату говорю честно, я ей сказал, не надо извинений, мне от тебя противно, уйди. Все, на этом наш диалог закончился. Дальше мы кое-как, почему мы жили вместе, вы спрашиваете, потому что я занимался своими делами, она своими, все. И вот последняя точка, это вот перед днем рождения, мы разругались, я говорю, все, одеваюсь, ухожу, давай даже не будем спорить. Она мне пишет, давай разъедемся, вы видели, хорошо, все. Я же вам сказал, ребятки, вечеринка только начинается, потому что я был уверен, что сейчас Марина все это тормознет, но типа не будет дальше вот это вот исполнять, как в старые добрые домовские прекрасные времена, но нет. Две девочки, сейчас вы просто поймете, к чему я не буду деталях рассказывать. Две девочки, два парня, соответственно, я и другой парень, чья была девочка. Она получила по лицу от своего парня, и тот черт получил по лицу, а я просто наблюдал со стороны, наблюдал, что может быть, а чего может не быть. Марина не получила по лицу, она просто утром сказала, я утром сказал тебе, все, тормози. Адьос, амиго, салаверды. Нет, я противно. Ну вот и все. Что касается Бали, это же тоже очень важный момент, она сейчас сидит рассказывать, почему он не нашел в себе смелости сказать про Бали. Я сейчас прикреплю, сука, скрины. Я через всех, кого только можно в Дубае пытался вытеснить, я на связь уже после вечеринки поговорить. По-человечески нормально поговорить, по-мужски, как вы говорите. Написал ей в WhatsApp, черный сразу. Думаю, ладно, писал, звонил, там через левые номера звонил, она сбрасывала. Написал телеграмму, вспомнил, о, я же там в черном списке еще не оказался. Пишу телеграмму, сразу в черный список. И все, собственно, я думаю, что мне вату катать? Сейчас искать расположение Марины, пока она там не зайдет с небес и поговорит со мной. Я же хотел этим разговором сделать лучше ей в первую очередь, потому что мне уже было похер. Говорю честно, вот предыдущая ситуация об этом говорит. Бали, на Бали я улетел один. Я вам клянусь, я сейчас так же прикреплю видео, как меня встречали ребята и снимали меня на видео. Я один прилетел на Бали, ни с какой не с Таней. Как так получилось, что вы стали мои спасатели бригады? А что ты наглубиваешься? Есть такое легкое ощущение, чтобы мы с тобой очень много целовались на день рождения и оставили свои какие-то последствия? Я вас умоляю, пожалуйста, если я посчитал нужным рассказать эту историю, не надо мне давать оценку, какой ты плохой или какой-то там не мужик или что-то еще. Я трезво оцениваю, я понимаю, что это не есть, может быть, камильфо рассказывай. И когда вы мне говорите о том, что будь мужчиной, промолчи, вы что, прикалываете, что ли, меня со всех сторон говном поливают? Если я промолчу, а я это делал на протяжении многих лет, вот, в конечном счете сформировался образ, что я альфонс, только потому, что я молчал. Сейчас я молчать не буду. Я не хочу, чтобы обо мне думали то, чего нет. Я не хочу, чтобы вранье лилось не только на меня, но и на моих друзей. Вы не представляете, если вы думаете, что ну сказал она там, ну чуть перепутала. Нет, если вы там, допустим, не пишите моим друзьям, то им пишут другие, им желают смерти, им желают такого просто, что типа, я не знаю, я такие вещи на самом деле давно не читал, только потому, что она сказала, что все все знали, никто ничего не знал. Зато теперь все все знают про нее, не такая уж она и святоша. Ребята, ну пожалуйста, это неправильно, да, с моей стороны говорить про бывшую жену так, но этого бы и не было сказано, если бы дальше не лилось вранье. Но ради чего, доказывать-то нечего, мы расход поймали, а ради того, чтобы актив у нас был вот просто на невероятнейшем подъеме. Ну, продолжаю, вот эти бы еще сейчас активы дам.